У меня звучало в голосе, в духе тоже понимание, что у какого-то человека есть металлический штифт в голени, в голенной кости. И прямо сейчас Господь прикасается к вам, Господь исцеляет все сопутствующие недомогания, все, к чему привело это заболевание, и Господь растворяет этот штифт, этот металлический стержень уходит. И это время, ты как раз начал говорить, Антон, о чудесах сотворения, ресотворения, друзья, это время, когда Господь посылает это помазание, ресотворение органов. Те, кто устал, устал, мучится от болезни, друзья, принимайте сейчас вот это помазание, Господь посылает сейчас своих ангелов. Сейчас помазание исцеления и помазание сотворения новых органов с вами. Я благодарю тебя. Вам нужно обновление слизистой кишечника. Господь сейчас это творит. Положите руки свои на живот, положите руки свои на то место, которое должно обновиться. У вас могут обновиться почки. Сейчас Господь прикасается к вам. Положите руки на почки. Положите руки, кому-то нужно исцеление колена. Господь творит новую хрящевую ткань. Господь творит новые связки, драгоценные. Высвобождайте своими устами. Благословение Господне. Благодарите Господа за то, что Он целитель. Скажите, Господь, я принимаю Твое исцеление. Я благодарю Тебя. Мне не нужно быть доктором, потому что Ты врач, потому что Ты сотворил мои органы. Ты видел каждый день для меня назначенный. Я не был скрываем втайне, когда я был образуем в глубине у трубы матери. Все мои косточки, все мои связки, все мои органы и ткани, все мое тело открыто Тебе. Господь сотвори меня по образу Твоему. Сейчас. И Господь, я благодарю Тебя. Я благодарю Тебя. Когда кто-то плачет, и, пожалуйста, плачьте, потому что с этими слезами вы чувствуете, пусть приходит исцеление. Исцеление носоглотки, просто много слизи выходит во имя Иисуса Христа. Пусть это исцеление приходит. Кто-то начинает кашлять, как будто задыхаться. У кого-то могут быть рвотные позывы. Сейчас помазание с вами, сейчас с вами божественные ангелы, ангелы исцеления, ангелы утешения. Бог творит духов постоянно. Все время, когда Он сотворил человека, пока существует земля, Господь не остановился в Своем творении. И небеса, и земля полны Его слабы, полны Его присутствия, полны Его духов огня, полны Его духов исцеления, которые посланы к Его народу. Сколько бы миллиардов людей ни находилось, мириад и мириад Божьих ангелов здесь на земле. И они включаются в эту работу, когда вы своими устами произносите «Господь, вот я, я принадлежу Тебе, делай со мной все, что Ты считаешь нужным. Я принимаю Твое исцеление, я принимаю Тебя, я благодарю Тебя за это время». Господь, я благодарю Тебя за слово. Аллилуйя, аллилуйя. Еще пять минут, Господь, благодарю Тебя. Если я никак не могу избавиться от мысли, когда мы здесь молились, я вижу даже не одно, а несколько девушек. И это даже девочки. И вы подверглись насилию. И, конечно, физическому насилию. И это большую рану и большую боль принесло в вашу душу, в ваше сердце. И это глубоко внутри. И вы замкнулись внутри. И теперь вы настолько разрушены, разбиты, что не знаете, как дальше жить. И даже навязчивые мысли, мысли, которые приносит тот, кто пришел украсть, убить и погубить, они приходили в вашу жизнь. Конечно же, мы знаем, что дьявол делает насилие, а потом он также людей, которые находятся под влиянием насилия, он или под воздействием насилия, пытается добить до конца. Вот прямо сейчас я провозглашаю во имя Господа Иисуса Христа сверхъестественное божественное воздействие. Потому что невозможно это человеку, невозможно это психологу или психотерапевту. Но есть духовная сила, есть сверхъестественная сила. Библия говорит, помазание разбивает всякое ермо. И во имя Господа Иисуса Христа я провозглашаю, что все эти демонические духи, которые сегодня обвиняют этих девочек и держат их в плену, я запрещаю тебе, сатана, во имя Иисуса и повелеваю тебе, отступи! Господь Иисус Христос, Он совершил победу! Господь Иисус Христос, Он произвел свободу! И эта свобода вам принадлежит! Писание говорит, кого сын освободит, тот истинно свободен будет! И там, где Дух Святой, там свобода! И я призываюсь сейчас с излиянием, наполнением Святым Духом! Пусть придет это в вашу душу! Эти оковы, они падают! Это рабство, оно уходит! Дух, который обвиняет вас, Он бежит! И приходит в вашу жизнь мир Божий! Мир Божий, который выше всякого человеческого ума! Там, где ум не может уже справиться! Там, где люди не могут своим умом помочь! Там есть мир Божий, который превыше всякого человеческого ума! Он больше, чем ум человека! И Он втекает, и Он приходит в ваше сердце, касается вашей души! И мир Божий, Он начинает блюсти в ваше сердце во Христе Иисусе! Вы отвлекаетесь от себя и от того горя, которое внутри вас! И вы начинаете видеть Иисуса! Смотрите на Иисуса, как Он любит вас! Взирайте на Него и принимайте от Него божественное чудо исцеления в вашу душу! Господь может исцелить, и Он исцеляет вашу душу! И не только, Он может и тело так же восстановить! Господь, Он творящий чудеса! Дьявол, Он разбойник, Он убийца! А Иисус, Он целительный Господь! И Он дает вам жизнь и восстанавливающую силу в этой жизни! Для вашего духа, для вашей души и для вашего тела! Господь да благословит вас! Аллилуйя! Аллилуйя! Будьте здоровы! Аллилуйя! Будьте счастливы во имя Иисуса Христа! Хочешь проповедовать Евангелие? Мы верим, что если каждый человек совершит хотя бы одно доброе дело, мир вокруг преобразится! Участвуй в благотворительных программах ТБМ! Стань настоящим проповедником Евангелия! Прямо сейчас! Продолжение следует...